Ежегодно в завершении учебного года педагоги Венсполских детских садов собираются вместе, чтобы перенять новый опыт, получить ответы на накопившиеся вопросы. Воспитание современных детей требует нового подхода. Окружающая действительность диктует свои правила. Это неопределенность жизни, это сложность и на многие вопросы нет ответов. И человеку надо найти, если он и растерянный, и тогда, я думаю, что если без контакта со своими коллегами, своими близкими, другими, он уже теряется и ему надо помочь. И он тогда чувствует, если он узнает, что вот я, как мне действовать, вот этот мой коллега так действует, так, находит какой-то общий, это создает и придает силы педагогу. Уверенность, да. Уверенность, да. И тем более, что я говорю, вот если посмотреть, сейчас же наука, человек очень много, последние десятилетия развивалось, такие новые знания. А педагог, когда готовился, и до сих пор, педагог готовился на старой базе. В воспитательном процессе должны участвовать две стороны – педагог и семья. Только при соблюдении этого условия можно добиться хорошего результата, говорят учителя, приглашая на свои конференции и родителей. Это совместная ответственность. В следующем году мы хотим ввести справку о развитии ребенка. На прошедшем семинаре нам посоветовала реализовать эту идею психолог Гуни Талленберга. Приведя ребенка в детский сад, родители будут заполнять таблицу, в которой упомянут все сферы развития, что ребенок умеет делать. Родители смогут следить, как развивается ребенок, что он должен уметь в этом возрасте и что он умеет в реальности. Особенно, мне кажется, полезны родителям. Так они больше воспринимают то, что действительно необходимо им знать. В последнее время роль педагога не такое значение имеет. И родители привыкли только брать и требовать, а вот что-то послушать действительно полезное, применить это в жизни. Мы же заботимся об их детях, мы работаем с ними. Школьный врач Гундер Скуклес еще раз подчеркнул, насколько важно для развития ребенка движение. Физическая активность влияет и на развитие мыслительного процесса. Профессор Илза Миттельсоне дала практические советы по воспитанию детей в условиях глобализации. Например, как научить детей экономить воду. Детям очень нравится играть с водой. Она у них течет и течет. Мы можем им предложить делать это в какой-то посуде, а не лить воду просто в раковину. С каждым годом острее встает проблема развития речи у детей. Если ребенок до трех лет не заговорил, необходимо проводить обследование с целью выявления причины, говорят логопеды. С каждым годом все больше детей, которым нужна помощь логопедов. Причины разные. Влияют различные факторы. Сейчас в жизни ребенка много времени забирает компьютер, телевизор. С детьми меньше разговаривают живой речью. А если он не слышит речь, то и сам не старается говорить. Бывают и родители грешат, разговаривая вместо ребенка. Ребенок показывает руками, что он хочет, а мама может и по глазам определить, чего хочет ребенок. Он молчит и речь не развивается. Второй год подряд во время конференции чествовали педагогов и их помощников. Это проходит в виде опроса с целью пробудить родителей говорить добрые слова. Это все-таки субъективное мнение. Не стоит обижаться тем, про кого ничего не сказали. Сначала мы это организовывали как своего рода оппозицию форуму «Вентас Балс». Если в прошлом году добрые слова от родителей прозвучали в адрес 50 педагогов, то в этом году положительные оценки заслужили уже 157 работников детских садов «Вентас Балса». В каждом детском саду есть свои лидеры. Когда в группе более 20 детей, педагог всегда лидер. Родители говорят в их адрес хорошие слова. Пишут о том, что они были рады тому, что их ребенок попал именно к этому педагогу. Что они успешно подготавливают ребенка к школе. Что ребенок с удовольствием ходит в сад. А ребенка нельзя обмануть. Педагогам вручили дипломы и памятные значки. Татьяна Саксаганская, Инжодзин, Шкурзамское телевидение.